Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, у нас на 6 сентября и сегодня я снимаю ролик о похудении. У нас уже подобный ролик есть на нашем канале, но по запросам наших подписчиков, очень много писали комментарии по этому поводу, задавали вопросы, я снимаю еще один ролик о тему похудения. Так, и хотелось бы начать с того, что никогда не думала, что у меня могут быть проблемы с лишним весом. До первых родов я весила всего 45 кг, на мне все вещи уже такие подростковые висели, все вещи приходилось ушивать, и несмотря на то, что я ела, никогда себя ничем не ограничивала в еде, вес у меня не прибавлялся. После родов с Владика я набрала прилично, во-первых, за время беременности я набрала очень много, около 23 кг, если не ошибаюсь, от 20 до 23, где-то вот этих там 22, там так вот скакала, плюс-минус несколько килограмм. И, естественно, после родов, очень, конечно, половина веса ушла, но сбросить полностью вес не удалось. За этот промежуток, который был между Владиком и Илюшей, конечно, вес у меня немножечко уходил, где-то я полнела, где-то худела, где-то опять полнела, опять худела, это все было так в промежутках. Но после вторых и третьих родов вес набрался, и никуда, в принципе, он не ушел. Конечно, сам после родовой вес он, естественно, ушел, который набран был во время беременности, но сама по себе, естественно, я очень сильно поправилась. Кто смотрит наши влоги давно, есть с чем сравнить, когда я была после родов Вероники и сейчас. Конечно, многие скажут, что со временем после родов соседа вес сам по себе уходит, спорить не буду, но далеко не у всех, и даже дело еще не в весе, а в самой фигуре. У меня после кесарева был очень большой живот, конечно, он уходил не спеша, матка сокращалась, живот тоже сокращался немножечко, но он стал висеть, большой, вообще большая прослойка жира, можно сказать, так образовалась на месте плоского когда-то живота. И убрать его лично моей ситуации было очень тяжело, потому что все-таки три кесарева дают о себе знать. Сейчас эта проблема, конечно, осталась, живот полностью не убрался, конечно, он есть небольшой, но, по крайней мере, он не висит, чему я очень сильно рада. Но начнем по порядку. Когда я решила худеть, как раз мы снимали влоги, все это прекрасно видели, в принципе, на глазах наших подписчиков. Может быть, какую-то роль для этого сыграл YouTube, когда просто смотришь на себя со стороны и понимаешь, что нет, мне такая картинка не устраивает, я хочу быть в стране, я хочу выглядеть лучше. И я все-таки решила сесть на диету, можно сказать, не тоже на диету, а на правильное питание. Пересмотрела перед этим кучу всяких диет, я решила становиться на правильном питании. Правильное питание, мне кажется, самый оптимальный вариант, потому что при нем особо ты не лишаешь себя всего. Скажем так, ты можешь кушать то же мясо, то же рыбу, овощи, но все можно есть курицу пропорционально. Каждый день что-то кушать, не то, что в каких-то диетах есть стройки, где ты вообще лишаешь себя всего. Там день на воде, там день на огурцах, на помидорах и так далее. Поэтому для меня оптимальным вариантом стало именно правильное питание. Конечно, поначалу я очень, первые полгода очень строго себя держала в рамках, ничего лишнего вообще себе не позволяло. Я не буду сказать, что конкретно я ела, потому что в интернете очень много информации про правильное питание. Скажу сразу вкратце, от чего я отказалась. Я отказалась полностью от сахара, я отказалась от сладкого вообще в общем, я отказалась от жирного, от соленого, от копченого. В принципе, это самое главное, мучного, да, это самые главные такие вещи, от которых стоит отказаться, когда ты садишься на диету, на правильное питание и вообще, когда решаешь похудеть. Можно есть мясо нежирное, желательно это может быть говядина, можно есть рыбу, желательно есть также курицу, индейку, все, мясо должно быть в принципе нежирное. Также очень много овощей, овощи могут быть различные, начиная от брокколи, заканчивая морковкой, цветной капустой, фасолью, все что угодно. Также же можно есть макароны, макароны твердых сортов, желательно, естественно, конечно, не есть на ночь. И обильное питье. Обильное питье это необходимость, это просто для организма желательно от 2 до 3 литров в день выпивать воды. Что касается занятий, без занятий все ваши усилия будут напрасны, лично я считаю это на своем опыте. Конечно, когда я села на правильное питание, вес начал уходить, вес уходит, но от этого легче не становится, потому что в принципе вся кожа, которая теряет козы вес, она ввисает. Также у меня это коснулось в первую очередь, это у меня были области ягодиц, живот также, соответственно, руки, все это надо приводить в форму. Поэтому самый лучший эффект дает это правильное питание и занятие, как получилось в моем случае. Что касается тренажерного зала, значит, я очень также сейчас зададу вопрос, стоит ли ходить в тренажерный зал. Конечно, в этом моменте многое зависит от финансов, насколько вы можете себе это позволить, посещать тренажерный зал или же заниматься дома. Ни для кого не секрет, что для начала, поначалу я занималась дома, эффект был, эффект был хороший, но когда я начала заниматься с тренером, пошла в тренажерный зал, конечно, просто я дома выполняла общий комплекс упражнений. Сейчас также, слава богу, в интернете этого всего много, но когда я пошла заниматься с тренером, тренер задал, первым вопросом было, что ты хочешь скорректировать в своей фигуре. Я называла живот, грудь, ягодицы, ну и немножко руки. Он мне дал комплекс упражнений, которые я должна выполнять, чтобы сделать упор на ту или иную часть тела. В первую очередь, это упражнение планка для живота, качание пресса, для груди это отжимание, также очень хорошо укрепляет мышцы груди и также подтягивает живот. На бедра, это бедра, область гадиц, это приседания, выпады вперед-назад, обязательно прыгать на прыгалках. Это самое лучшее упражнение для живота. Также, что касается талии, очень хорошо наклоны в бок, в одну сторону и в другую сторону. Также обруч, обруч тоже очень хорош, сначала, конечно, от него остаются синяки, но когда к нему привыкаешь, уже тело привыкшее и никаких синяков нет. Сейчас эти упражнения я спокойно могу выполнять дома. Конечно, не все, которые выполняешь на тренажерах, естественно, дома ты их не сделаешь, но в основном многие упражнения, почти все, которые я сейчас перечислила, можно спокойно выполнять дома. Как начать? Ну, первое, очень часто это вопрос, как начать худеть? Что для этого надо? Ну, наверное, для этого надо какой-то иметь стимул. Лично для меня послужило стимул просто то, что я, как я сказала, что уже я просто смотрела на себя и понимала, что я не хочу такой быть, что я хочу похудеть, хочу сбросить лишний вес. И главное идти к своей цели, знать, что ты хочешь, добиться того результата, который ты хочешь, примерно знать для себя, какой вес ты хочешь иметь. В принципе, что касается правильного питания, на данный момент времени, наверное, я уже сейчас, можно сказать, что более что придерживаюсь правильного питания, так как сами видите, что питаюсь. Я, в принципе, за общим столом себе готовлю отдельно очень редко, но стараюсь так же не есть ни сладкого, ни соленого, ни жирного. Конечно, бывает где-то что-то хочется, и мучного хочется иногда съесть, и с какой-нибудь сладостью, какую-то печеньку, конфетку обычную. Если уж сильно хочется, то, конечно, заменять лучше горьким шоколадом, ну или там конфетка, печенька раз там, два раза в неделю, ничего, никакого вреда особо не нанесет, если это есть все в меру. Одно-две штучки там, ну раз, два, две недели можно. В принципе, по большей части в питании это курица, мясо и рыба. Но для нашей семьи, как скажем так, рыбу мы покупаем редко, потому что купить кусочек там для себя одной я не могу, все-таки у нас семья. А купить хорошие нежирные рыбы там для себя, для всю семью, это, конечно, уже тоже дороговато. В принципе, я говорю, что касается в питании, что можно есть очень много продуктов, которые разрешены при правильном питании. Что касается веса, очень много спрашивают, какой у меня сейчас вес. Последний раз я взвешивалась, у меня был вес 56, 500 или 700. Короче, вес прыгает там 200, 300, 400 грамм, они постоянно прыгают, поэтому сказать, определенно там плюс-минус невозможно. Это невозможно, даже где-то там взвесился и намного напился, где-то здесь только поел, да, и в любом случае от 500 грамм это вполне всегда допустимая норма. Где-то плюс-минус они вечно прыгают. Похудела я за, грубо говоря, за полтора месяца на 20, ой, полтора месяца, за полтора года на 23, наверное, в общей сложности килограмма. Конечно, это очень тяжело, надо просто реально идти к своей цели, добиваться этого, потому что, но самая, мне кажется, лучшая мотивация, когда ты видишь то, что у тебя уходит вес, то, что ты видишь результат, смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что, да, результат есть, мои там учения, мои старания, они не напрасны, и это самая лучшая мотивация для тебя. Сейчас, конечно, я еще хочу сбавить немножечко вес, хочу привести порядок живот, который, конечно, понимаю, что до плоского живота это очень-очень тяжело сделать, все-таки три кесаря дают о себе знать, чтобы он был полностью идеально гладкий. Такого, наверное, добиться нереально. Конечно, можно постараться, но и нет, надо вообще, наверное, во всем себя ограничить и заниматься, заниматься, заниматься без конца. Ну, все же, еще несколько килограмм, килограмма два-три я хочу сбросить, это точно, и, конечно, чтобы тело еще немножечко подтянуть. Так, в принципе, наверное, я не знаю, я все сказала уже. Также, говорю, что касается спортзала, стоит ли, не стоит посещать, это все зависит от ваших финансов, как я говорила уже. Сейчас очень много всяких программ на интернете, которым можно заниматься, но единственное, что это иногда надо себя заставлять, потому что, когда ты приходишь в спортзал, ты выкладываешься по полной, ты делаешь все упражнения по 3-4 раза, как идет в комплексе. Дома, конечно, если ты устал, начинаешь себя жалеть. Ладно, я сегодня сделаю там не 40 раз, а 20 раз, а завтра сделаю там не 60 раз и так далее. Ну, конечно, я уже стараюсь себя особо не жалеть, потому что понимаю, что я могу это сделать, я это уже делала, я могу это сделать, но все же бывают такие моменты к себе жалости. И, соответственно, ну, на результат, конечно, это не влияет, если заниматься регулярно. Кстати, также очень хорошо помогает ходьба пешком. Когда много ходишь пешком, естественно, это тоже отражается на вашей фигуре. Я уже тоже говорила, что стараюсь, когда без детей и без сумок, лишний раз подниматься не на лифте, а пешком домой. И спускаться, и подниматься. Конечно, когда с детьми и сумками, естественно, едешь на лифте, а когда одна, стараюсь идти именно пешком, не пропуская ступенек, ступая на каждую ступеньку. Это очень хорошая тренировка для ягодиц, да и вообще для тела в общем. Я думаю, что ответила на все, в принципе, вопросы, потому что их было очень много. Как, что, когда. Всем желаю удачи в похудении. Кто сейчас сидит на диете, на правильном питании, худеет. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока. Если еще остались какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Отвечу.